Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Вы спрашиваете о том, как найти мужа. Как выстроить хорошие отношения с мужем на общих интересах. То есть вы спрашиваете о том, как найти мужа. Нужно ли посещать сайты знакомств и где возможно знакомиться, спрашиваете вы. Есть два основных момента, на которые в данном случае я хочу обратить ваше внимание. Первое это то, что с точки зрения психологии важно не то, как вам найти мужа, а то, что сейчас мешает вам выстраивать отношения с мужчинами. Это первое. И второе это то, что вы условно говоря ищете себе мужа. Как бы вот, ну, в чём именно ваша ошибка, что вы ищете мужа, а взаимодействие между людьми происходит на общечеловеческой основе. Вот. И возможно то, что вы, видя мужчину, который вам понравился, сразу видите его как мужа, хотя мужем он ещё не является. И есть ваша, одна из основных проблем. То есть, одна из основных проблем заключается именно в том, что вы воспринимаете мужчин как, как потенциальных мужей. И игнорируете их личностные качества, их человеческие качества. Не общаетесь, не взаимодействуете именно с мужчиной как с личностью, как с человеком, а больше взаимодействуете с ним как с потенциальным мужем. И это основание для выстраивания невротических отношений, где вы за счёт мужа пытаетесь решить свою проблему. Например, проблему страха одиночества или проблему потребности в защищённости, в любви или проблему комплекса неполноценности из-за того, что у вас нет семьи, тогда как у других она есть. Дальше. Вы пишите о том, что нужно ли посещать сайты знакомых. Ну, у меня к вам в данном случае встречный вопрос. Как вышло, что вы спрашиваете об этом? Если вы спрашиваете, значит, вы сомневаетесь. Если вы сомневаетесь, то, на мой взгляд, обратить нужно внимание именно на то, что составляет ваши сомнения. То есть, из чего они состоят. И разобраться вы. Разобраться в том, что составляет ваши сомнения. Повторюсь. Знакомство. Это то, что происходит естественно. Как естественное следствие того, что вы что-то делаете. Того, чем вы занимаетесь. Вот, что вы говорите. Например. По общим интересам. Да? Ну, хорошо. Давайте тогда с вами и разберем. А какие у вас, собственно, интересы? То есть, какие интересы у вас точнее? Что вам интересно? Что вам нравится? Ну, расскажите. Расскажите, пожалуйста, что вам интересно и что вам нравится. Подумайте для себя, насколько эти интересы вам важны. Подумайте о том, что вам интересы эти настолько важны, что вы ищите мужа. Не партнера, не личность, да? Не мужчину, да? А мужа. То есть, вы ищите возможность стать женой. Ну, давайте подумаем. А какое значение для вас имеет вот это вот стремление? Да? Чего для себя в этом хотите? Потому что парадоксальность заключается в том, что можно хотеть стать женой при уверенности в том, что это сделает счастливым другого человека. А этого стать никак невозможно, пока вы не будете взаимодействовать с кем-то конкретным. А с конкретным, судя по всему, не взаимодействуете. Но женой вы не хотите быть. Иначе вы рисуете образ себе того, как вы будете женой. А это про ваши потребности. А отношения создаются не для решения своих потребностей. По крайней мере, не в первую очередь. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...